Итак, друзья мои, сегодня 13 число, понедельник, 13 мая 2013 года. Обычно я, когда чего-то где-то рассказываю про монеты, вот такое дело склероз, как бы события-то я освещаю, а вот рассказать, что за монетка, когда монетка, вот не всегда бывает возможность, из-за моего склероза, что ли, так скажем. Итак, давайте сегодня попробуем более полно, опишу монетку, которая перед нами. Это вот гривенник, гривенник это 10 копеечник, 1783 года. Он нового типа, вот у Елизаветы Петровны здесь, например, шеи как бы укорочены по сравнению с типом монеты, которые выходили до этого, так скажем. Серебро здесь 750 пробы, вес у монеты 2,370 грамма, гурт, если сбоку посмотреть, шнуровидный. Ну, как бы новый тип, я уже вам сказал. Вот здесь, значит, по краю монеты написано, Божьей милостью Екатерина II самодержится, императрица и самодержится всероссийская. А с этой стороны, вот так вот в розетке, написано гривенник, над ним корона, символы царской власти. Так, в связи с чем мы это все достали сегодня? Сегодня такое интересное событие. Черноморский флот, флот основан как раз в 1783 году, когда была вывучена эта монетка. По указу императрицы Екатерины II, после присоединения к России и Крыма. Тогда в бухту у села Ихтиар, на следующий год это село Ихтиар будет называться Севастополь, были введены 11 кораблей и судов из Азовского моря. Они составили ядро нового русского флота. Еще вот, еще с 1 января 1783 года был издан указ о назначении вице-адмирала Федота Колокачева, отличившегося в Чесменском сражении, командующим флотом, заводимым на Черном и Азовских морях. В Херсоне началось строительство флотилии боевых кораблей под командой Федора Ушакова. Черноморский флот успешно действовал в войнах России с Турцией, Францией и другими государствами. Но после поражения в Крымской войне, по Парижскому мирному договору, в 1856 году Россия лишилась права иметь военный флот на Черном море. Даже как-то немножко сейчас странно это кажется, кто это нам может запретить, когда половина Черного моря как бы наша. Но вот в те времена так получилось, что нам его запретили иметь. Вот в соответствии с Лондонской конвенцией 1871 года этот запрет был снят. И Россия начала создавать на Черном море паровой броненосный флот, который впоследствии принял активное участие в Первой мировой войне. После революции 1917 года при отходе белогвардейских войск генерала Эврангеля из Крыма свыше 130 кораблей и судов были выведены за границу. Десятый съезд РКПБ в 1921 году принял решение о восстановлении Черноморского флота. Сегодня значимость Черноморского флота для южных рубежей России трудно переоценить. В последние годы корабли постоянно выходят в море, где решают задачи по укреплению способности страны. Совершают дальние походы, посещают иностранные порты. Они гордо несут андрейский флаг, подтверждая, что Россия является великой морской державой. Для решения поставленных задач в арсенале Черноморского флота есть все необходимое. В составе Черноморского флота надводные, ударные, сторожевые, десантные ракеты, противолодочные, тральные корабли, подводные лодки, военно-воздушные силы, береговое ракетно-артиллерийские войска, морская пехота, спасательные силы и вспомогательные суда. Некоторые корабли по своим боевым характеристикам не имеют аналогов в мире. По традиции торжественное мероприятие проходит с возложением цветов к памятному знаку 300 лет Российскому флоту, памятникам прославленным адмиралам Лазареву, Нахимову и Ушакову, и адмиралу флота Советского Союза Кузнецову. Затем во Владимирском соборе, усыпальнице российских адмиралов, проходит торжественный молебен во славу флоты и моряков черноморцев. Вот такое вот замечательное у нас сегодня событие, 13 мая 2013 года. Вот в связи с чем мы эту монетку и достали. Из-за кромов. Ну что ж, спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok